Всевышний говорит здесь . Не только в этом аяте, еще в других аятах тоже есть такое упоминание по смыслу. Но в данном случае . То есть мы, говорит Всевышний Творец, вместо не менее мы, указывая на свое величие, мы не возлагаем на душу больше ее уса, больше ее предела, больше ее возможностей. Но здесь, если мы с вами развиваемся, если мы с вами становимся сильнее, умнее, набожнее, то есть работаем со своим телом, интеллектом, то мы знаем, что всегда наши возможности расширяются. Сила увеличивается, знания увеличиваются, набожность углубляется. То есть, когда мы с чем-то работаем в жизни, мы начинаем видеть новые горизонты, новые перспективы. То есть, мы всегда хотим остановиться и ограничиться имеющимся. Но если, это даже в спорте, это уже последние 100 лет постоянно доказывается. Вот кто-то там какой-то мировой рекорд сделал и все. Никто не может дальше его прыгнуть. Но все равно появляется человек, который вот все равно, он сам себе внушает, что я смогу побить этот рекорд. И в итоге он за более короткий период времени, за более короткий период времени проходит ту же самую дистанцию. Но тренироваться ему приходится больше всех. Поэтому, где наш предел – неизвестно. Всевышний говорит в этом 62-ом аяте, мы не возлагаем на душу больше, чем ее возможности. Это как одну статью читал, довольно интересную, но полезно. То, что порой пересекаешься, веду когда семинары и консультирую людей. Удивляюсь. Некоторые люди, в том числе этнические мусульмане, даже религиозно практикующие. Беспорядочная половая жизнь. Кто так, кто сяк. Каждый по-своему. Кто временный брак, кто еще как-то назовет, кто там. Или просто так. Один интересный, его жена говорит – мой муж говорит, вот его окружение мужчин говорят – мы же мужчины. То есть нам нужно гулять, что хочешь делать. То есть я хороший же муж, деньги приношу, обеспечиваю, все хорошо. Ну вот мы такие. То есть до часу, хотя мужику уже за 50, далеко за 50. И до часу он где-то постоянно там тусуется. Но интересно, что я читал одну статью, там как раз говорится о том, что я даже людям говорю, в том числе семинарах, или объясняю – послушайте, вы что совсем головой не дружите. Это же огромное количество венерических заболеваний. Причем они сначала в таком спящем режиме, но потом когда они просыпаются – это проблема. И даже антибиотики, многие из них не убите, а только просто-напросто чуть-чуть усыпите. Вы заражаете в том числе свою жену. Потом опять же тот же самый общий туалет и так далее могут заразиться и ваши дети. Вы вообще хоть чуть-чуть головой думайте. Нет, у людей, у многих вот я удивляюсь, этнические мусульмане – мозги ниже пояса, все. В голове мозгов нету, о последствиях вообще не думают. Будь то в деньгах, будь то в интимных отношениях, о последствиях вообще не думают. Что будет завтра – вообще не думают. Там как раз эта интересная статья, она не о мусульманах вообще. Потому что, например, в 90-е просто был всплеск, сифилис и так далее. Сейчас тоже говорят ВИЧ – это молодое поколение подросло, беспорядочная половая жизнь, опять пошло вверх. То есть венерические заболевания резко пошли вверх. Это еще те, которые приходят к врачу, а те, которые не приходят и самолечением занимаются. Просто в аптеку пошел и говорит – дайте мне так-то, так-то. Статистика ужасающая. Просто особо никто об этом не говорит, кроме как если к специалисту пойдете и спросите. И потом, когда пишут, что там происходит, эта статья довольно интересная. Но в то же время, я к чему это вспомнил? Не столько про венерические эти, не дай Бог. Причем, с точки зрения мусульманской культуры, если женатый человек, под любым предлогом, каким он там праведным или по-мужски правильным, по-религиозному правильный какой-то предлог, по какому бы предлогу он там не начал бы гулять, с точки зрения Ислама – это ходячий труп. Люди вообще это не понимают. Куда там венерические заболевания. Это не понимают и то, что с точки зрения Ислама, когда ты женат, если у тебя какие-то отношения даже один раз были где-то на стороне, это смертная казнь. Никто тебя казнить не будет, да. Но с точки зрения пагубности греха, твой грех – прелюбодеяние равен твоей жизни. Люди вообще не догоняют. То есть настолько, я говорю, что мозги ниже пояса, что они управляемы тем, что ниже пояса. С точки зрения канонической прелюбодеяние равно твоя жизнь. Все. Я поэтому и называю таких людей – ходячий труп. Но там я как раз, почему вспомнил эту статью, в аяте говорится, что Всевышний не возлагает на душу больше ее возможностей. Но там, он говорит, другая проблема современная у мужчин, то, что некоторые слишком много работают. С одной стороны, одни лентяи бездельники, ну пусть там 50%. У них там футбол, не футбол, пианки, гулянки, просто безделье перед телевизором или в интернате. А другие – трудоголики. Но вот это как раз врач интересного пишет, то, что когда люди начинают слишком много работать и не спят. Есть там те, которые пьют энергетики, то есть спят очень мало. Даже есть те, которые таксисты. То есть реально они там по 6-7 часов может быть спят, а все остальное время работают. Но это опасно и для них, и для пассажиров, но, здесь интересно, что, когда человек не высыпается, первое, что в нашем теле реагирует – это кожа. Та же самая перхоть появляется и на коже появляются те или иные какие-то экземы. И он говорит, первое – это кожа, он основной по коже как раз, специалист уже в возрасте. И он говорит, первое появляется на коже, а потом уже дальше – это уже кардиолог, психолог, гастроэнтеролог и так далее. Так что все в меру. Всевышний больше, чем мы можем, на нас не возлагает. Т.е. у нас, говорит Всевышний, все прописано от и до, и люди ни в чем ущемлены не будут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok